МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Борисом Альтерманом. Борис Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Субъекты предпринимательской деятельности, оказывающие услуги по перевозке пассажиров автомобилями и такси, как и все субъекты, которые принимают наличные денежные средства за свои работы, услуги, продажи, обязаны принимать эти наличные денежные средства при помощи кассовых суммирующих аппаратов. Соответственно, и чеки выдавят они обязаны без всяких требований. Нет необходимости требовать чек. То есть по окончании поездки данный водитель такси просто должен отдать чек, соответственно, там, где вы увидите свою сумму, и заплатите таксисту. Ведь чек у нас является не только как средство какого-то контроля. Этот же чек обеспечивает и защиту прав потребителя. То есть в любой сфере. То ли вы что-то проехали на такси, может, вас не устроила поездка, может быть, вы что-то купили, вам необходимо вернуть товар. Этот чек является документом, который свидетельствует о том, что вы приобрели, либо вам оказали какую-либо услугу. Что касается такси, то с 1 августа 2016 года в автомобиле такси, во все автомобили такси у нас установлена так называемая система контроля кассового оборудования. То есть вообще введена она в эксплуатацию в 2015 году. Первыми подключились автозаправочные станции к данной системе. И вот с 1 августа 2016 года у нас уже подключены автомобили такси. Есть программа, в которую в режиме онлайн все эти чеки, которые были пробиты по кассовому суммирующему аппарату, в данном случае по таксометру. Все эти чеки прямо в режиме онлайн, значит, мы можем теперь обозревать в этой программе. Плюс эта система позволила на сегодняшний день отказаться субъектом предпринимательской деятельности, отказаться от введения книги кассира. Кассовое оборудование, в которое установлена система контроля, нет необходимости регистрировать в налоговом органе. То есть отпала эта процедура. Заключив договор с информационно-издательским центром по налогам и сборам, установив туда систему контроля, предпринимателю больше нет необходимости идти в налоговую инспекцию, регистрировать кассовый аппарат, сохранять контрольные ленты, как это было раньше, сохранять эти отчеты. То есть теперь все мы и они это видят в электронном виде. На сегодняшний день уже у нас должны подключаться, то есть уже все субъекты предпринимательской деятельности, которые оказывают, реализуют товары в торговых центрах, которые 650 и более квадратных метров уже заключили договора на подключение данной системы. Вот в ближайшее время в кассовые аппараты будут установлены, установлена эта система. Ну и так фактически мы до конца 2018 года данная система уже будет устанавливаться во все кассовые аппараты Республики Беларусь, начиная от больших городов, с города Гомеля, потом постепенно, постепенно, к концу 2018 года уже данная система будет установлена в аппараты индивидуальных предпринимателей, находящихся в любой точке Республики Беларусь. Спасибо, Борис Ильич. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.